здравствуйте дорогие друзья подписчики и случайные зрители усаживайтесь поудобнее ведь это видео посвящено рыбе хитала арната или индийский нож рыба которую не каждый позволит себе завести обитель не побоюсь этого слова убийцы юго восточная азия пресные озера за воде рек реки с медленным течением и даже болота таких водоемах достаточно теплая вода но кислородом не богато и эти рыбки таким условием хорошо приспособлены нож хитала самый настоящий хищник молодые рыбки этого вида держатся группами в зарослях так легче выжить в агрессивной среде но когда хитала становится взрослой она живет и охотится в одиночестве в живой природе взрослый индийский нож держится среди укрытий это могут быть ветки деревьев камни и заросли зрение у этих рыб приспособлено к ночной охоте и днем они видят крайне плохо питается в основном рыбой но не отказывается от креветок и улиток нападает на жертву из укрытий неожиданно и беспощадно размер хитала арната в живой природе достигает метра и вес около пяти килограмм естественно у себя на родине люди употребляют ее в пищу конечно в аквариумах она таких размеров не достигает аквариумисты ее заводят не для того чтобы полакомиться а для того чтобы полюбоваться ею ведь ее необычный внешний вид действительно притягивает взгляд благодаря горбинке ее тело визуально изогнуто как лезвие индийского ножа необычные темные пятна на теле которых мало у каких рыб увидишь более того пятна у этих рыб разные и считается что нет ни одного ножа у которого были бы пятна одинаковые со своим собратом волнообразное движение хитала просто вводит в гипноз кстати попадается особи индийского ножа у которых пятна на теле не черного а белого либо рыжего цвета такие экземпляры называют альбиносами но встречаются они крайне редко еще реже встречаются полностью белые ножи индийский нож очень популярен в мире аквариумов и не только из-за своей неординарной внешности но и потому что был открыт и описан много лет назад если быть точным то в далеком 1831 году в качестве домашнего любимца индийский нож по праву занимает лидирующие места он не такой дорогой как например аравана а в хороших условиях может прожить 15 лет но эти хорошие условия нужно еще умудриться создать давайте на этом и остановимся о размерах этой рыбы я уже говорил возможно вы уже и сами догадались какой объем для взрослой особи необходим это не много не мало тысячу литров но взрослого ножа вы вряд ли встретите в аквасалоне как правило в магазинах продаются подростки размер которых от 10 до 15 сантиметров для такого малыша нет необходимости в объеме в тысячу литров хватит и 150 но стоит заранее учитывать что нож глащит и будет расти думаю стоит сказать о том что рыба хитала достаточно привередлива к показателям воды в юном возрасте поэтому следует приобрести тесты для воды и термометр температуру воды желательно поддерживать с помощью обогревателя около 25 градусов ну плюс-минус небольшие отклонения от нормы также понадобится фильтр однозначно внешний более того многие хозяева ножа глащитого помимо внешнего фильтра устанавливает и внутренний фильтр так как эта рыба есть неаккуратно да и твердых отходов от нее достаточно много помимо фильтрации необходимо делать и еженедельной подмены воды обращайте внимание на кислотность она не должна превышать шести с половиной важным вопросом является освещение по большому счету этой рыбе он вообще не нужен но наблюдать то за ней хочется поэтому свет устанавливают неяркий оформляют аквариум таким образом что в нем было множество разных укрытий и свободное место для плавания но там где будет свободное место для плавания свет должен быть приглушен полумрак можно сделать с помощью плавающих растений или искусственного навеса многочисленные укрытия делают из камней коряк и конечно растений как правило хитала орната не роет грунт растения достаточно хорошо сосуществуют с этими рыбами не взирая на то что данный вид ножей называют убийцами они достаточно скромные я бы даже сказал робкие особенно в молодом возрасте мало того что они достаточно долго адаптируются к новым условиям содержания они еще и долго привыкают к новому хозяину прячутся и ждут когда от аквариума отойдут сразу скажу что если хитала орната не найдет место для укрытия она будет чимиться в самый темный угол при этом может нанести себе повреждения естественно в аквариуме без укрытия рыба будет находиться в постоянном стрессе что рано или поздно приведет гибели поэтому обязательно создайте для индийского ножа укрытия я уже говорил о том что хитала орната одиночка по крайней мере когда становится взрослой рыбой но это совсем не значит что она не уживается с другими рыбками у них нетерпимость к сородичам а вот другим видам рыб схожего размера неприязнь отсутствует приведу к примеру самых распространенных рыб которые успешно соседствуют в одном аквариуме с индийским ножом это крупные кольчужные самы такие как птеригоплихт парчевый анциструс и подобные им взрослые акулии балу пангасиус иногда в качестве соседей выбирают взрослых астронотусов скатов мотора и даже араван самое главное при таких соседях следить чтоб ножу доставался корм ведь дневное время он видит очень плохо и порой бывают казусы когда во время кормления нож вместо корма кусает мордаху соседа не желая при этом зла ну и естественно нужно понимать что все те рыбки которые помещаются в рот даже если они помещаются с трудом этот хищник съест в кормлении рыба хитала в молодом возрасте не особо прихотливо но есть несколько важных нюансов начну с покупки этой рыбы первые несколько дней после того как индийский нож попадает в новый аквариум он отказывается есть и скрывается в укрытиях это его нормальное поведение волноваться не стоит ему нужно время что привыкнуть к новым показателям воды адаптироваться к новым условиям и если его все устроит и он не умрет а такое тоже часто случается с молодью примерно на третий день он начинает принимать пищу так как этот вид рыб ведет ночной образ жизни желательно первые прикормы делать перед выключением света после того как рыба начинает принимать корм время до выключения света увеличивают то есть сегодня дали корм перед выключением света через пять дней за час до выключения света потом за два часа и так далее что подобрать режим кормления до удобного вам времени еще один немаловажный момент покупая взрослую рыбу то есть когда ее размер уже около 20 сантиметров обязательно поинтересуйтесь какое время и чем ее кормили как правило хитала к этому времени уже привыкает и к режиму кормления и к рациону поэтому могут возникнуть трудности и рыба вовсе откажется есть вы не поймете ее она не поймет вас обычно в основной рацион молодого индийского ножа входят замороженные корма такие как мотыль и мидии можно попробовать дать промышленный корм но его едят далеко не все ножи хотя некоторым и удается к нему приучить часто и молодых и взрослых ножей подкармливают живыми мелкими рыбками такими как гупи неоны данио и так далее помимо этого дают филе рыб креветок дольки кальмара и даже куриную печень и грудку но увлекаться одной только курятиной не стоит молодых рыб кормят каждый день а взрослых как правило через день хочется добавить и то что с возрастом рыба нож наглеет выбирает только то что повкуснее даже если останется голодной естественно весь корм который остается несъеденным необходимо убирать остатки пищи очень быстро портят воду думаю некоторым из вас интересна возможность разведения этой рыбы да это действительно возможно но объемы для нерестилища должны быть от двух тонн обычно самцы не так агрессивно относятся к самкам как самцам но лучше всего саживать готовых половозрелых особей особенно хорошо готовность к нересту видно у самки когда округляется брюшко для нереста понадобится плавающие растения именно там будет находиться икринки после нереста после того как самка от нерестилась ее пересаживают в другой аквариум а самца оставляют он в течение недели ухаживает за икрой и охраняет кладку но как только икра поклевывается самца также отсаживают в качестве первого прикорма рекомендуют использовать на уплю артемии после чего переходят на мелкие замороженные корма такие как каретра по мере взросления мальков размер корма также увеличивается пожалуй хитала арната рыба интересная но даже мне заниматься ее разведением не очень хочется слишком уж много места требуется для такой радости и на этом у меня все впереди вас ждет еще множество интересных познавательных видео про аквариумных рыб беспозвоночных про аквариумные растения и оборудование и все 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 что имеет отношение к аквариумистике помните если аквариумистика для вас больше чем просто хобби канал пар должен быть любимым каналом спасибо вам за внимание и до новых встреч в новых видео на канале пар у меня а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok